Простой и четкий ритм завораживает движение танцоров, имитирует элементы охотничьего ритуала. А музыка очень напоминает звуки природы. Особенно отчетливо слышны крики чаек. Имя этой морской птицы и носит ансамбль «Кех». Так звучит это слово по-нивски. Сегодня артисты выступают на сцене только что открывшегося Дома культуры села Ада Тымова. Сам же коллектив базируется в соседнем населенном пункте Чир-Унфт. Он всегда находится в поиске новых идей, но его главной целью остается сохранение родной культуры. Да, вот сейчас как раз такое время, когда это все забывается, поэтому для этого у нас есть коллектив национальный наш Нивский, чтобы вот показываем девочкам, конечно, культуру, все надо сохранять. У нас есть обрядовые танцы. Мы кормим духа реки, земли, огня. Сейчас быт народа сильно изменился, но культура по-прежнему носит отпечатки старых традиций. Всего одно выступление затянуло Снежану Артюхину в ансамбль на целых 10 лет. Покорила насыщенная творческая жизнь. Связать свою судьбу с народной культурой и традиционными танцами Снежана хочет и в будущем. В каждом Нивхе живет желание сохранить обычаи предков. Из поколения в поколение передается уважение к старинным добрым традициям. Здесь Еферсия Николаевна занимается пошив сумочек из кожи. Баб Юля у нас занимается берестой. Это вот из бересты она делает чумашки. Береста – один из самых древних материалов для женского рукоделия. Мастерицы умели изготавливать украшенные орнаментом различные по форме и размерам чумашки, то есть корзинки, а также коробки, сосуды и другие предметы домашнего быта. Главное украшение берестяных изделий – тиснение. Чтобы эти дырочки не зарастали, у нас делали деревянные гвозди и вставляли. Дырочки могут зарасти? Нет, у бересты такое свойство, оно закрывается. Распространено также украшение берестяных изделий резьбой и аппликацией. Из коры березы Нивхенки умели делать изумительные по красоте туиски самых необычных форм. У нас не учили. Смотри и все. Ну то есть вот если появится интересно, 3-5 лет уже вот пожалуйста садись и делай, да? Да, да. А вы помните, на сколько лет делали первую? Первую корзинку я сделала в Москве, фестиваль. Тут Нюра ездила, я вот еще мама была живая. В 80-х годах. В 80-х годах была первую корзинку. Но не только декоративно-прикладным творчеством богата традиционная жизнь Нивхов. Большое значение имеют сезонные обряды. Обращение к духам природы и различных стихий. Некоторые элементы обряда задабривают хозяина моря и рек под названием Толзин. Нивхи соблюдают и сейчас, перед началом летней путины. Бросая в воду приношения, они обращаются к духу воды с просьбой о рыбацкой удаче. А также о том, чтобы болезни и несчастье обошли их стороной. Вот так же мы обряды делаем хозяину воды. Вот я уже сделала обряд. Лед трогается, идешь и делаешь обряд. В первую очередь просишь, чтобы у нас не было утопленников. Много лет основой жизни этноса был рыболовный промысел. С июня ловили мелкую рыбу, потом более крупную – горбушу, киту и осетра. Но чтобы рыбалка прошла успешно, мужчины заранее готовили снасти из природного волокна, крапивы и других трав. Крапива очень прочная. А где ее применяют? На рыбалку у нас не было раньше ни воду, конечно. То есть на рыбалку мужчины ходили с сетью из крапивы? Да. Ну и чтобы их выезжать, их в длину клали, чтобы они прочнее стали. Все эти знания передаются из уст в уста, а также с помощью искусства, песен и танцев. Ансамбль «Кех» занимается этим уже более 30 лет. Его участники уверены, впереди еще долгие годы творчества. Редактор субтитров А.Семкин